Золотые наши. Сергей Емелин и Артем Сурков приехали с чемпионата Европы, который прошел в Дагестане. Победителями. Они боролись за республику. Вот результат. Медали. А вместо пышного приема скромная пресс-конференция. Ни подарков дорогих, как ходокам когда-то. Ни премий. Даже министр спорта Мордовий Киреев в последний момент решил. Не пойду. Естественно, да. Поддержка на сегодняшний день, она, конечно, нужна этим ребятам. У них должна быть достойная заработная плата. В общем-то, я тут консультировался, допустим, в Москве. В Москве у них, допустим, такого ранга борца не получает более 300 тысяч рублей. Мы, конечно, не столица России, однако с нашими борцами пока даже не подписали контракты. Как так? Мы бы министра Киреева спросили. Но он же не приехал. Возможно, именно потому, что боялся неудобных вопросов. Первые, допустим, три месяца, допустим, тот же Сурков, он получал 118 тысяч грязными. Ну, пока вот на сегодняшний день контракты не подписаны. Пока вот сейчас за этот месяц, я не знаю, сколько будет начислять. Если, конечно, на них не подпишут, тот же Сурков, Емельин, они будут получать потолок 23 тысячи. Спортсменов такого уровня и зарплатой в 23 тысячи рублей будет легко переманить, говорят тренеры. Люди все же борются за республику и страну, а им в ответ – простите, извините, денег нет. Конечно, все все понимают. Грядет чемпионат силы, брошенные на это событие. Готовы подождать, только знать бы, что не зря. У нас есть база своя в Сабаево. Конечно, хотелось бы, чтобы немножко вложились бы туда и открыть вообще базу спортивных единоборств. Чтобы там могли тренироваться не только борцы, и те же дюдаисты, и боксеры, и еще другие виды спорта. Есть такая база в Сабаеве, она на сегодняшний день в разрушенном состоянии, но мы понимаем, что очень тяжело сейчас. Будем, конечно, пытаться. Емельин и Сурков победой окрыленные готовы и дальше бороться. Пока за республику, потому что здесь их воспитали и сделали чемпионами. Конечно, хочется как-то и больше, и любому человеку хочется больше, но внимание уделяется здесь хорошее. И по сравнению с такими маленькими городами, если сравнивать с Москвой, с более крупными городами, конечно, мы чуть-чуть отстаем. А отставать нельзя. У республики есть опыт печальный, когда именитые спортсмены уезжали за лучшей жизнью. Если ситуация не изменится, может случиться нечто непоправимое. И на чемпионате мира наши золотые будут представлять другой регион или страну. Да это уже будет неважно. Дина Мустаева, Александр Зюзяев. Наши новости.